Привет YouTube! Привет подписчикам и зрителям канала Techniques Reviews! Сегодня мы будем готовить тесто для традиционного американского хлеба, который выпекали или готовили колонисты из Европы, в Америке. То есть это золотоискатели, золотодобытчики, охотники и прочие люди, которые бродили по Америке. Этот хлеб называется Беннок. Рецепт очень простой, потому что, понятно, люди находились все время в движении. Это хлеб путешественников. Он состоит всего из пяти ингредиентов. То есть первое это мука, затем сода, ну в данном случае мы будем использовать разрыхлитель для теста, соль, жир и вода, для того, чтобы было замешано тесто. А уже о вопросе приготовления самого хлеба мы поговорим позже. Сейчас готовим тесто. Тесто готовим следующим образом. Нужно взять один стакан муки. Один стакан муки это 160 граммов обычной пшеничной муки. Вот я обнулил, не обнулил. Сейчас обнуляю весы. Обнулил весы. И отвешиваю 160 граммов муки. То есть это будет как раз стакан. Хлеб готовится следующим образом. То есть можно прямо в пакет или в мешочек смешать все сухие ингредиенты. И потом только отсыпать нужное количество для приготовления уже где-то в походе. Следующий этап это одна чайная ложка разрыхлителя. Вот у меня мерка чайная ложка. Я набираю чайную ложку разрыхлителя и добавляю сюда же муку. Соли нужно взять половину чайной ложки. Вот у меня половина чайной ложки. Добавляем половину чайной ложки соли. Дальше. Получается, что все сухие ингредиенты мы уже добавили. Это сода, мука и соль. Это все нужно хорошо смешать. И тогда можно брать с собой в поход. И в походе уже готовить хлеб. То есть вот сухие ингредиенты хорошо смешиваются и берутся с собой в поход. Кроме них нужно будет взять воду и жир. И тогда можно будет в походе сделать хлеб-бинок. Но мы сегодня готовим тесто здесь. А выпекать пойдем на свежий воздух. Поэтому я сюда теперь буду добавлять жир. Ну, как говорится в рецепте, одна-две столовых ложки. Вот я кладу топленое масло. Одну ложку. И вторую ложку. Обычно в рецептах, там где используется одна-две ложки, нужно брать две. Для того, чтобы было не хуже, а лучше. Опять это все перемешиваем. И теперь будем добавлять сюда водичку. Водичку нужно добавлять по потребности. То есть, для того, чтобы получилось хорошее тесто. Для того, чтобы вымесилась вся мука. Такой хлеб-бинок готовится разными способами. Вот сегодня я хочу попробовать приготовить его на открытом огне. Наверну колбаску на палочку. То есть, будет изготовлена вот такая вот колбаска, которая обернется вокруг палочки и будет печься на костре. И второй способ приготовления, это просто приготовление на... Я добавлю чуть-чуть муки, потому что немножко липковато еще тесто. Второй способ приготовления, это приготовление на сковородке. Ну и поскольку тесто у нас готово, вот его консистенция я показываю для вас. Это тесто мы сейчас упакуем в пакетик и возьмем с собой на природу. А тесто тем временем как раз, ну, как бы созреет. Созреет и будет готово к выпеканию. То есть, там пройдут процессы химические взаимодействия пекарского порошка с жидкостью. И все будет ферментировано, как это должно произойти в тесте. И оно будет иметь возможность несколько подойти. То есть, всякое тесто обычно должно отдохнуть. Вот сейчас тесто будет отдыхать до того момента, как мы будем его выпекать. Вот такое тесто у нас получилось. То есть, могу взвесить до того, чтобы определить, сколько вес готового теста получился у нас со стакана муки и со всех тех перечисленных ингредиентов, о которых я рассказал. Ноль на весах. 266 граммов теста. На этом пока все. А выпекание будет показано отдельно. Пока.